Шоу должно продолжаться, объявила президент молдавской прозападной диаспоры Майя Санду после заседания Совбеза. Потребовала аплодисментов для тех, кто боролся по ее версии с подкупом на выборах, дала оценку действиям ряда госструктур в этой борьбе, некоторые, не будем показывать пальцем, с этой борьбой не справились, другие подключились на определенном этапе, хотя и не сразу. Третьи и вовсе саботируют эту борьбу. И тут Санду предлагает разработать для них четкий законодательный пинок под мягкую точку для одних на вылет, для других, кто подговорчивее, для ускорения процесса восприятия посылов этой воинствующей евроинтеграционистки. Они, как заявила Санду, должны брать пример с тех, кому она предложила поаплодировать. С них должны брать примеры остальные представители структур государства, представители прокуратуры, правоохранительных структур и особенно судов. Потому что только в результате серьезного участия, только когда каждый на своем рабочем месте будет добросовестно делать свое дело, только в этом случае все эти процессы будут остановлены. Я имею в виду процессы политического коррумпирования. Исходя из этого, пригрозила Санду, будут сделаны соответствующие выводы. Собственные выводы сделаем и мы. Никто не сомневался, что раздуваемая перед референдумом и особенно перед выборами истерия с врагами народа получит быстрое продолжение в случае победы Санду. Тем более после такой позорной победы. Как иначе недолегитимной президентше оправдать такой результат в стране, если не происками врагов? Если не подкупом избирателей? Если не выброшенными против нее и ее идеи о перекраивании Конституции миллионами, десятками миллионов, миллиардами денег. Не перед спонсорами своими оправдать. Спонсоры не хуже ее самой понимают, с чем связаны ее эпичные провалы 20 октября и 3 ноября. Оправдать такие итоги ей нужно перед народом. Которому хочется, не хочется, ей все же хотя бы время от времени придется выходить. Ну, представьте себе, выйдет к ним, а они такие «Ты кто? Кто затягивался? Дуй к своей диаспоре или в ресепены, или курсуй, или хотя бы на буйканах посиди, не мозоль глаза. Не позорься». А еще этот народ через год выберет парламент. И вероятность, что желтая партия, тянувшая за Санду на выборах всеми своими административными силами, всеми средствами, правдами и неправданными заработанными, не преодолеет даже проходной процент. Эта вероятность высока почти как данность. И потому от Санду требуют решительности те, кто за ней стоит. И потому еще большей решительности и жестокости, до дурости, до самоуправства, которое для многих из них стало привычным делом, Санду требуют от тех, кто под ней. Народ, по их версии, стада. Он должен услышать, что силы зла, дескать, купили голоса. И мы их вот прямо сейчас выведем на чистую воду. То, что народ не должен услышать, это их вопли и ругань между собой за закрытыми дверями. Смысл примерно таков. Или я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет в прокурор. В молдавском просторечии это звучит как арди куру. В русском варианте это примерно караул подгорает. Ну, то есть, надо что-то делать. Надо, значит, надо. Какой-то гений из предвыборных штабистов Санду предложил ей сразу после голосования 20 октября вбросить в пространство число в 300 тысяч потенциально подкупленных голосов. Сложилось впечатление, что только из-за этого она тогда и вышла, после длительного ожидания к изумленной публике. Чего это есть стоило, можно судить и по тому, как это было. Как говорит одна из бывших коллег, не скрывающая своей любви к Санду, во-первых, это красиво. К слову, насладиться этой красотой отнюдь не так просто. Видеоисходники то ли очень хорошо были выпилены из общедоступного контента, то ли задвинуты под дальние сусеки безупречными, бескомпромиссными, равноудаленнейшими браузерами, как можно предположить по просьбе спонсоров Санду. Попробуйте задать в поисковике запрос о брифинге Санду сразу после выборов 20 октября. Поймете, о чем я говорю. Платформа привеск.еу не показывает это видео для обычных пользователей. Но рукописи не горят, а интернет по-любому все помнит. Итак, во-первых, после 20 октября это было, как мы уже говорили, красиво. Преступные группы, работающие вместе с иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам, атаковали нашу страну, вложив десятки миллионов евро, используя ложь и пропаганду, используя самые позорные средства, чтобы держать наших граждан и нашу страну в ловушке неопределенности и нестабильности. У нас есть четкие доказательства того, что эти преступные группы стремились купить 300 тысяч голосов. Мошенничество беспрецедентного масштаба. Во-вторых, это красиво, и она уже в другой тональности повторила на дебатах со Стоиногу. Информация, которая у нас была за некоторое время до выборов, заключалась в том, что обещание преступной группировки тем, кто оплачивает эти нарушения, было 300 тысяч голосов граждан. И об этом я сказала и в своем публичном заявлении, что таким было обещание. Что я увидела за документированной полицией, это более 100 тысяч, не 100. В-третьих, про 300 тысяч Санду уже устала, но, что в нашем случае редкость, ответила все же журналисту Пятого канала на вопрос, где доказательства беспрецедентного коррумпирования избирателей, о чем она говорила уже неделю и к тому времени без каких-либо аргументов. Вы сказали, что подкупили 300 тысяч человек. Этому есть доказательства? И почему вы не требуете отмены результатов выборов? Я сказала, что у нас была информация, и есть информация, что объектом мошенничества стали 300 тысяч человек. Я сказала именно это, и хочу попросить вас корректно донести информацию. У нас есть информация о доказательствах от полиции и других государственных органов в отношении более 100 тысяч человек. Государственные органы предоставят обновленную информацию об этих цифрах и доказательствах. То есть нас как бы даже отдернули тогда. 300 тысяч – это неподкупленные голоса, но такова была цель сил зла, о чем Майсанду сообщили бдительные компетентные органы. Зато доказан подкуп более 100 тысяч человек. И опять же органы представят обновленную информацию. К слову, после того, как молдавское общество торпедирует фэнтези сообщениями от так называемых компетентных органов, закрываются телеканалы, партии, живые люди. Причем за прошедшие годы при такой плодовитой деятельности правоохранителей и спецслужб Молдова не увидела ни одного завершенного судебного процесса, ни одного исчерпывающего доказательства. Еще оставших пресловутыми 300 тысячах голосов, подлежащих покупке на выборах. Санду говорила и в рамках моноспектакля с репликами из зала, который почему-то был назван предвыборными дебатами, несмотря на отсутствие контркандидата. Спрашивается вопрос, что это за магическое число такое 300 тысяч? А ответ может оказаться простым. 300 тысяч голосов – это убедительная разница. При позорном для Санду счете она оправдывает результат происками внешних врагов, не жалеющих миллиарды на очернение ее имиджа. До Маисанду никак не дойдет, что большинство граждан Молдовы не любят ее бесплатно. И на эту тотальную нелюбовь очень эффективно поработала и она сама, и пока еще правящая ПАЗ. История с подкупом сотен тысяч голосов тоже, надо сказать, имидж президентки с сомнительной легитимностью не улучшает. Казалось бы, брошены все силы, указания розданы, но на искомое число выйти не получается. Более того, после столь эффектно организованного слива так называемого списка предателей, в который попали все, кто просто получал какие-то денежные перезводы из России, в том числе за работу, в том числе люди, голосовавшие за Санду, ее главная ящейка, Виарел Черную Санду, вынужденно признает, никакого списка с таким количеством подозреваемых у полиции нет. Они не являются фигурантами дела. То есть пшик это все. Сколько граждан кошмарили обысками, угрозами штрафов и тюремного срока. А на выходе аж 59 уголовных дел о незаконном финансировании. Правда, по одному делу могут проходить 100 и даже 150 человек, говорит Черную Сану. То есть дает понять, что он-то как раз-то отрабатывает свои генеральские погоны перед президентшей. Однако могут проходить, не значит будут проходить, как показывает жизнь. Но работа ведется. При этом борец за правопорядок посетовал на титаническую загруженность полиции. Должен отметить, что в наших расследованиях находились под мониторингом или под специальными следственными мероприятиями ни один человек и ни два. Говорим о сотнях лиц, если не тысячах. Даже лиц, находившихся под нашими расследованиями. Представьте себе, какой это объем работы. Прослушивать 300-400 человек. Сколько сотрудников должны были сидеть с наушниками на ушах, слушать все, что они говорили между собой. Или взять следственные мероприятия по слежке. Хочу сказать, что это огромные расходы в связи с тем, что произошло. Бедняжки. Ну теперь, по крайней мере, не только Майя Санду, но и мы знаем, чем полицейским приходится заниматься, отвлекаясь от прямых обязанностей по обеспечению общественного порядка в стране. Штука в том, что президентше это может показаться недостаточно. На брифинге после Совбеза она практически объявила о необходимости политического террора против своих оппонентов. Узаконенного террора, который она со свойственным лицемерием назвала защитой демократии. И недвусмысленно дала понять всем структурам власти, что оценивать их намерено по степени проявленного в этом направлении рвения. И по результатам, соответственно. Впрочем, цыплят по осени считают. По парламентской осени следующего года сосчитаем и этих желтых. А пока музыкальный привет. И первый участник лауреат премии Диаспора 24 Майя Санду. Мы за нее очень переживали, теперь за нее порадуемся. Хотя она и сама неплохо справляется. Я в Майка, я в Майка. Большинство со мною, а не с этим, как его стоя на глою. Может, повязать его, ведь кажется, повязан он с Москвою. А мне помогла сохраниться, в нее мы и будем стремиться. Надеемся, это случится на нашем веку. Я в Майка. Я в Майка. Я в Майка. Я в Майка. Я в Майк.